В театре оперы и балета назначен новый художественный руководитель. В пятницу министр культуры Бурятии Саилма Тагаева представила Владимира Жилова, народного артиста Республики Бурятия, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества. Владимир Алексеевич, у него огромный опыт, это и дирижер, это и реалист, это и общественный деятель, это и композитор. Владимир Жилов работал в разных странах и театрах. В 80-е годы прошлого столетия он уже трудился в Республике. Под его руководством многие бурятские артисты поднялись на федеральный уровень. По всей стране тогда начали говорить о Дугажа Педашиеве, Галине Шайдагбаевой и многих других. Владимир Алексеевич, это и дирижер Бога. Это человек, который знает очень сложный организм оперного театра. Ведь оперный театр – это очень разные составы коллективов. Это и хор, это и оркестр, это и балет. И это еще много-много других цехов. И во многом объединяет их именно дирижер. Сам новый художественный руководитель уже имеет свое видение на развитии театра. Мое третье пришествие в Бурятский оперный театр – это чудо на самом деле. Я не был в Улан-Удэ более 20 лет. И, конечно, судьба за эти годы заносила меня в самые непредсказуемые обстоятельства. Мне приходилось поработать в оперных театрах, в симфонических оркестрах. Тревожили иногда меня звонками из Улан-Удэ, что маэстро, не пора ли возвращаться. Я относился к этому с благодарностью, но понимал, что, в общем, это разговоры, которые останутся часть теоретическими. И вот, наконец, как-то усилиями министерства, усилиями театральной общественности, я обнаружил такие аргументы, против которых не мог возражать. Да, нужно ехать, нужно подставить плечо, время дать музыке в этом театре зазвучать в полную силу. Большой опыт работы Владимира Алексеевича вселяет надежду, что с его приходом начнется новый виток развития театра. Юлия Туманова, Санжей Шакжин, телеканал «Мир Бурятия».